Музыка Люди стали уезжать, работать нельзя. Говорили, и то настроят, и то настроят, и вообще не знаю, сколько всего настроят. Да ничего нигде нет. Только закрывается, квартиры вообще стоят копейки, вообще не продашь ничего. Музыка Имеет такие бешеные деньги, которые я здесь, Норильский Никель, схапнул. Товарищ Патанин и все окружение его. Здесь можно крыши золотые сделать у этого крошечного поселка. Смотрите, какой он хорошенький. Он расположен очень хорошо. Его же можно в порядок. Он же, ну, полтора километра на полтора километра. Да неужели за столько лет не привести в порядок туда дома бы игрушки? Когда газ на город, там, конечно, два раза дыхнешь, если ты не местный. И ноги подкашиваются. Местные привыкли. А в другую сторону от комбината, туда, где у нас сопки, туда, в сторону Заполярного, выжженная земля. Наши, кажется, западные партнеры, как президент говорит, именно норвежцы, да, которые страдали от выбросов сернистого газа, предлагали достаточно серьезные суммы на софинансирование, на реконструкцию, дабы он не дымил. Но кольская компания почему-то не пошла на этот проект и решила, что ей выгоднее его закрыть, чем модернизировать. 15 лет назад жизнь кипела, активная была жизнь. Люди зарабатывали, люди жили, все было хорошо. До недавнего времени, до закрытия цеха уже стало, слух пошел, что закроется, из-за этого немножко начало плохо. Люди уже стараются не ждать до последнего, что вот закроется и потом уедем, а заранее. Если они тоже, администрация переедет отсюда, Заполярный, то все, Никель будет богом забыта деревня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова